В Менску протягиваются акции солидарности с вязнями 19-го Снежня. У вечера 21-го в студии до 10 человек усклали свечки на Костричинской площади, на суппорт Палацу Республики, где некольких годинов до того четвертый раз посягнули на Конституции Александра Лукашенко. Активист Европейской Белоруссии Максим Винярский адресовал на это несгодой. В свою очередь я кладу руку на Конституцию, чутежу ее в руке и говорю, что я присягаю никогда не признавать Александра Лукашенко легитимным правителем данной страны. Никогда не признавать его президентом. Признавать его только узурпатором, незаконно удерживающим власть в своих руках. В этой женщине сказали, что они не входят в никакие политические структуры и что, случайно, им все равно забыли, потому что тут нема демократии. А после 19-го Снежня им войск им гонориться. Что стыдно все это видеть, реакция на выступление, все отвратительно. Что просто оскорбляет. Ну-ка. Ой, это очень сложно даже сшифровать, но... Я не могу сшифровать. Я не могу по камерам. Нет, потому что мнение, так сказать, большинства жителей этой страны абсолютно противоположны тому, что выражают официальную точку зрения. И все. Вы слышали, что президент сказал, что он президент всех. Он за консолидацию общества. Дело в том, что я никогда не слушаю президента. Это тоже моя гражданская позиция. Я не верю ни одному ему слову. У меня была личная возможность, так сказать, лично убедиться в потрясающий непорядок. И поэтому я просто не воспринимаю ничего с того, что не говорю. Скажите, пожалуйста, во имя чего и против чего вы вышли сегодня на площадь? Мы вышли во имя. Во имя тех людей, которые принесли себя в жертву. Ради того, чтобы мир зауважал Беларусь. А вы могли бы назвать этих людей? Не Кляев, Санитов, Михалевич, Достаткевич, Халиф. Ну и так далее. Там порядка 30 человек сейчас находятся. Естественно, мы постоянно следим за ситуацией. Мы переживаем. И только надежда на мировую общественность, что нам помогут. Евросоюз, слава богу, нам внушает какие-то надежды, что что-то поможет нам изменить. Саним мы тут, наверное, ничего не сделали. На Россию вы еще справедливости? Мы надеемся, что она выжидает. Может быть, какое-то решение все-таки примет адекватное. А представьтесь, пожалуйста. По поводу журналистов, лицианты затримали порядка 8 человек. Хотя и прессовые службы милиции называют меньшую лечбу. Зараз у криминальной справы о беспорадках фигуруют 33 человеки. Не менее за 5 человеки шедбывают администрационные арешты за уделами трубу, который подшался на этой площади 19-го Снежня и закончился брутальным разгоном и массовыми арештами на площади незалежности. Спасибо. Спасибо.